Добрый день! В эфире программа «Скажите, доктор» и с вами я, Владимир Зайцев. Сегодня мы поговорим о психосоматике в практике кардиолога, как психическое состояние человека влияет на здоровье его сердечно-сосудистой системы и какие признаки могут свидетельствовать о развитии серьезных кардиопатологий. Об этом и не только мы поговорим с врачом-кардиологом, членом российского кардиологического общества Марии Чайковской. Мария Константиновна, здравствуйте! Здравствуйте! Мария Константиновна, что первично, психосоматика человека или кардиология в теме нашего сегодняшнего разговора? Первично психосоматика, если даже еще смотреть глубже, то первично нервная система. Потому что именно нервная система, да, наш головной мозг управляет действием всех органов, в том числе сердца и сосудов. Поэтому, если наша нервная система находится в каком-то измененном состоянии, это однозначно сказывается на работе всех систем и органов, в том числе сердца. Вот если поставить в такую некую линейку желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, те же лорорганы, я врач-отериноларинголог, непосредственно сердце. Сердце здесь занимает главенствующую роль или какие-то органы системы страдают сильнее, человек более остро что-то воспринимает? Больше всего на, скажем так, влиянием нервной системы подвержены сердечно-сосудистая и дыхательная система. Почему так? Потому что у нервной системы глобальной есть два режима работы. Режим активности и реакции на стресс, это именно то, что происходит, то, почему развиваются вот эти психосоматические изменения, и режим расслабления. В режиме активизации. Почему нужна работа именно сердечно-сосудистой и дыхательной системы? Потому что реакция на стресс на самом деле это подготовка организма человека к физической нагрузке. Что для этого нужно сделать? Увеличить частоту пульса, поднять давление, дыхание должно стать глубже и чаще для того, чтобы обеспечить приток кислорода к мышцам, которые вот-вот начнут работать. Так думает организм, а по факту, к сожалению, в ответ на какую-то нервную эмоциональную нагрузку, мышцы у нас с вами не работают, все химические вещества выделились, нервные импульсы пошли, и вот мы получаем с вами реакцию сердца, сосудов и изменения дыхания. Я знаю, есть такое понятие кардионевроз. И когда-то, некоторое время назад я переживал это состояние, мне сказали, о, не волнуйся, у тебя кардионевроз. Кроме кардионевроза, есть еще состояние, диагнозы сердечно-сосудистой системы? Конечно. Ну то есть в первую очередь это у человека просто повышенная частота пульса в покое. Может быть, его даже это не особенно беспокоит, но в этой ситуации человеку ставят диагноз синусовая тахикардия. И очень редко, когда действительно разбираются, а в чем причина этой синусовой тахикардии, может быть, у него исключили какие-то основные причины, например, анемию или проблемы с щитовидной железой. А вот на именно нервно-психическую сферу никто не обращает внимания, и зачастую такому человеку может быть назначено лечение с целью снижения частоты пульса, который, по сути, убирает только симптом и на причину никак не влияет. Кроме этого, могут быть скачки артериального давления. И человеку иногда, может быть, неправильно даже поставлен диагноз гипертонии, назначено лечение. А в этой ситуации оно тоже часто не помогает, потому что причина-то повышения давления связана с нервной системой, а, соответственно, там задействованы совершенно другие химические процессы, нежели чем при стандартной гипертонической болезни. Поэтому стандартное лечение гипертонической болезни в этой ситуации не помогает. Кроме того, кардионевроз – это более-менее стабильная ситуация. Кстати, очень часто кардионевроз вызывает нарушение ритма. Есть такие нарушения ритма, которые есть практически у всех людей. Называются экстрасистолы. Это внеочередные сердечные сокращения, которые по своему происхождению отличаются от нормального ритма сердца. Они есть у всех, и абсолютное большинство людей их не чувствует. Проблема кардионевроза в том, что человек начинает чувствовать то, что раньше он не чувствовал. И это происходит только потому, что нервная система напряжена. Здесь проблема не в том, что сердце действительно, и в нем есть эти экстрасистолы, а в том, что наш воспринимающий орган, головной мозг, нацелен, во-первых, на восприятие этого, потому что в обычном спокойном состоянии мозг абсолютно фильтрует вот эти все сигналы, и человек просто даже не осознает, есть у него экстрасистолы. Нет, у него экстрасистолы, он не знает. Но в этом ситуации мозг напряжен, он ловит, когда же, когда же произойдет следующий экстрасистолы, и многократно усиливает восприятие этого, казалось бы, безобидного сигнала. И люди действительно страдают от этих безобидных нарушений ритма, и это является большой проблемой. Но самой большой проблемой в этой ситуации, наверное, являются панические атаки. Когда у человека, у него происходит такой накал нервной системы, такой выплеск гормонов вот этого нервного напряжения, что повышается резко пульс, резко повышается давление, возникает одышка. И что в этот момент человек думает? Что, наверное, у него инфаркт случился. А, это в лучшем случае. Или, может быть, инсульты, если есть какие-то там головная боль, может быть, двоение в глазах. Разные симптомы. У панических атак так много симптомов, что различные варианты их сочетания дают больше 700 вариантов клинической картины. Это абсолютно многоликое состояние, и здесь нужно очень аккуратно, очень подробно общаться с человеком, чтобы докопаться до причины. Тогда такой вопрос. Про тахикардию сказали раз, про экстрасистолы, экстрасистолию сказали два. Ну, про брадикардию не говорили, но, наверное, тоже от неё не суперкомфортно. Вот когда, в каком состоянии, это как-то меряется пульсом, артериальным давлением, потому что тоже вспышка артериального давления происходит, гипертензия или гипертония. Мне считать, что 120-80 норма, допустим, 130-90, ещё верхняя граница нормы, а всё, что выше, это уже прибегать к врачу-кардиологу. То же самое с экстрасистолами, когда их больше определённого количества. Как померить то ещё нормальное состояние, когда можно это как-то самому победить или просто проигнорировать, как-то само пройдёт, и когда уже нужно обратиться к специалисту? Я бы сказала так, что если что-то беспокоит действительно, то нужно идти к специалисту. И самая главная задача специалиста в этой ситуации – сделать минимальное достаточное обследование, потому что я очень часто вижу людей, у которых просто кипы и тонны вот этой медицинской документации совершенно не нужны. Так вот, сделать минимальное медицинское обследование, достаточное для того, чтобы убедиться, что нет проблем именно с сердцем и сосудами. Какое это обследование? Я бы сказала, что это ЭКГ и эхокардиография. Конечно, не лишним будет сдать иногда анализы крови, например, на холестерину. Тем людям, кому это показано, в определённой возрастной категории. Соответственно, людям, которых беспокоит экстрасистолей, сделать холтеровское мониторирование. Посмотрите, какие это экстрасистолы, сколько их за сутки. И после этого самая главная задача врача – расспросить человека, если он понимает, а может быть, это действительно психосоматика, может быть, это нарушение связано именно с функцией органа, а не с его структурой. И вот здесь понять, объяснить человеку. Очень многим достаточно объяснить, что у вас точно нет каких-то проблем, у вас точно не будет инфаркта, и этого уже бывает достаточно. Но иногда человеку нужно помочь справиться с этим состоянием. Потому что почему он в него попал? Да, почему? Потому что причина подобных ситуаций связана с состоянием хронического стресса или острого стресса. В зависимости от, скажем так, человека, у разных людей есть в той или иной степени предрасположенности к таким реакциям. У нас у всех разная стрессоустойчивость. Кто-то более стрессоустойчив, кто-то менее. И в зависимости от стрессоустойчивости человека, факторов стресса, которые на него сейчас влияют, это все должен выяснить врач. Мы понимаем, насколько вероятно тот факт, что человек сам справится, какого рода помощь ему может быть адекватно оказана, а может быть в крайней ситуации его нужно отправить к каким-то другим специалистам, может быть ему нужна фармакологическая поддержка. Но в большинстве случаев в моей практике таким пациентам помогают так называемые комплементарные методики, когда при помощи каких-то физических упражнений, нагрузок, при помощи дыхательных упражнений удается отрегулировать вот эту нормальную физиологию, отрегулировать состояние организма, вывести его из хронического стресса и поддерживать его в более-менее таком адекватном и спокойном состоянии. Мария Константиновна, человеку понятно, что у него сердце жмет и некомфортно, ему понятно, что эта история связана с психосоматикой, ему к кому идти, к вам как к кардиологу или принять какое-то лекарство сердечное, как его называют, и обратиться уже к врачу-психоневрологу, какой должна быть маршрутизация, как правильно действовать пациенту? Если пациенту уже понятно, что проблема не в сердце, то к кардиологу ему, соответственно, идти бессмысленно. Давление высокое при этом? Высокое давление здесь тоже. Вот очень важен разговор, важна связь врача с пациентом. То есть диалог должен обязательно произойти, что какие-то разовые повышения давления, они не могут привести вас к инфаркту или инсульту, они не могут вызвать изменения в сосудах, они ни к чему не могут привести, если вы сейчас займетесь своим состоянием нервной системы. Поэтому расслабьтесь, даже если давление повышается. Как правило, что бывает у таких людей? Мы видим, у них давление может подскочить за 2-3 минуты, там на 30 мм тутного столба, через 5 минут у него давление нормальное. Более того, особенно для нормализации давления здесь очень хорошо подходят дыхательные упражнения. Есть специальные техники, которые как раз-таки работают через нервную систему. Нормализуют давление буквально за 5 минут, тоже помогают снизить пульс, и это работает быстрее, чем таблетки. Можете рассказать об хотя бы одной такой самой популярной, самой эффективной технике? Что нужно делать? Самая лучшая техника в этой ситуации называется диафрагмальное дыхание. Диафрагма – наша главная дыхательная мышца, которая находится между брюшной полостью и грудной клеткой. И самое физиологичное дыхание у человека на 70% именно за счет диафрагмы и должно происходить. Но по факту мы видим, что очень у многих людей диафрагма оказывается в таком зажатом состоянии. У некоторых людей даже в состоянии спазма. Так вот, возврат к этому диафрагмальному дыханию, потому что на самом деле вот этот механизм, он является просто механизмом саморегуляции состояния организма. Диафрагмальное дыхание, как проще всего объяснить, как это? Это дыхание животом. Причем это осознанное дыхание, когда мы стараемся на вдохе надувать живот, а на выдохе его сдувать. Причем обычно требуется несколько тренировок, наверное, осознанное, прежде чем это действительно получится и получится легко делать. Потому что важно не напрягаться. Во время этого упражнения максимально расслабиться, чтобы это все происходило очень плавно, очень медленно. Это глубокое дыхание. И иногда это упражнение может даже, знаете, такой какой-то медитативный характер иметь, что особенно будет эффективно. Поэтому я своих пациентов обязательно учу, что вот если у вас такая ситуация, ну или просто нервная ситуация, вы где-нибудь сядьте в тишине, чтобы вас там 5-10 минут никто не трогал. Сесть в идеале нужно с прямой спиной. В положении сити это надо делать или в положении стоя? Можно делать в любом положении, да, но согласитесь, стоя, ну бывает сложно отключиться от каких-то внешних. Я готов сделать все, что вы скажете. Давайте сделаем сейчас такое упражнение. Обстоятельно, давайте сделаем. Значит, нужно сесть с прямой спиной, потому что прямая спина нам позволяет вот распрямиться, и для диафрагмы у нас максимальный размах. Да. Желательно без опоры для спины сидеть. Вот. Я рекомендую закрыть глаза. И в этой ситуации мы одну руку с вами кладем на живот. Правую, левую? Любую. Так, окей. Любую. Вторую руку кладем на грудную клетку. И несколько вдохов и выдохов делаем таким образом, ну просто чтобы понять, а как мы дышим, что у нас движется при нашем обычном дыхании. Во время диафрагмального дыхания двигаться должен живот. Поэтому мы стараемся делать акцент на том, чтобы на вдохе живот надувался, а на выдохе сдувался. Целая история. При этом верхняя часть, да, грудная клетка практически не двигалась. То есть во время выполнения упражнений диафрагмального дыхания мы стараемся на 100% дышать диафрагмой. Вероятно, есть еще эффект гипервентиляции легких, когда человек начинает углубленно дышать, и он так немножечко теряет ориентацию пространственную, как будто немножко кружится голова. Или это не то? Это не то. Гипервентиляция – это то, как раз от чего мы стараемся отойти и избавиться в тревожных и панических ситуациях, потому что там как раз гипервентиляция происходит естественным образом. Вот я сказала, что нервная система, она перевозбуждает дыхательный центр, за счет чего мы дышим чаще и более глубоко, кто-то более поверхностно, чем это нужно. И вот тогда случается гипервентиляция. За счет того, что во время диафрагмального дыхания нужно дышать глубже и медленнее, то есть идеальное на самом деле соотношение, частота дыхания – это 6 раз в минуту. То есть 5 секунд вдох и 5 секунд выдох. И в этой ситуации как раз мы наоборот избавляемся от гипервентиляции, немножечко подкапливаем углекислого газа, который нам очень нужен на самом деле для нормальной работы организма, потому что углекислый газ расширяет сосуды, потому что нервная система нам сосуды сужает. У нас нет ни одного нерва, который сосуды бы расширял, это делает углекислый газ. Вот как у разных групп людей, кто более склонен к кардионеврозам, к кардиопатии и психоневрологическим состояниям? Знаете, я бы, наверное, по-другому поделила бы, вот именно какие люди больше склонны к подобным состояниям. Вот то, о чем я сказала – стрессоустойчивость. Есть такое понятие, как тревожно-мнительный тип характера. То есть человек, он в целом склонен всю свою жизнь концентрироваться, скажем так, на плохом, строить негативные прогнозы, очень много переживать по любому поводу. Вот в такой ситуации мы понимаем, что, скорее всего, у человека есть определенная предрасположенность. Просто у него такая биохимия мозга. Он так родился. И в этой ситуации… Это врожденная история, получается. Конечно. Это определенный баланс между химическими веществами, которые способствуют реализации стресса, и теми, которые, наоборот, стресс тормозят. Как бы у идеально спокойного, сбалансированного, гармоничного человека этих веществ в одинаковом количестве. У человека, который предрасположен, склонен к подобным реакциям, у него вот этих вот стресс реализующих веществ, скорее всего, больше. Просто такая его особенность. Когда человек уже находится в осознанном возрасте, понятно, что мы не говорим про детсадовца и школьника начальных классов, но когда уже это ребенок, подросток 10-12 лет, когда ему донесли, что нужно быть спокойнее, толерантнее, есть ли какие-то методики, упражнения, чтобы не стрессовать, чтобы не болело сердце, чтобы себя как-то уравновешивать, или нужно прийти к профильному специалисту? Ну, на таком этапе редко нужен профильный специалист, только я бы сказала в каких-то крайних проявлениях, наверное. Чтобы я глобально сказала, что вот есть такое понятие физкультура, да, это культура. Это говорит о том, что физические нагрузки, физические упражнения вообще обязаны быть в жизни каждого человека, потому что они нам действительно нужны. И вообще в идеале любой человек, склонный, не склонный к тем или иным проявлениям, он должен себя хорошо понимать и понимать, о чем ему говорит его организм. Вот, к сожалению, сейчас мы видим, что люди вот уходят, да, от этого. Уходят в гаджеты? Уходят в гаджеты, уходят в работу, темп жизни растет, обстоятельства, к сожалению, не способствуют душевному здоровью. И мы не слышим сигналы нашего организма, он всегда их дает. Другое дело, что мы их вообще не воспринимаем, и мы неправильно их трактуем. Поэтому то, что касается физической нагрузки, она обязательно, особенно для людей, которые склонны вот к такому реагированию, да, потому что, как я сказала, да, стресс, он весь ради физической нагрузки. А если человек ее себе не дает, получается, стресс не реализуется и накапливается. Физическая нагрузка должна быть ежедневной или достаточно одного раза в неделю, например, в выходной день, там, в субботу? Такую физическую нагрузку себе дал, что потом уже все воскресенье отлеживаешься. Еле-еле собрался к следующей субботе, да? Да, к следующей, да, да. Нет, конечно, нагрузка должна быть регулярная. Ну, вряд ли, наверное, ежедневная, но хотя бы через день, я советую 3-4 раза в неделю давать себе какую-то нагрузку. То есть самое простое, на самом деле, что можно сделать, это просто много ходить в таком достаточно бодром темпе. Это минимум, который нужен для поддержания организма. При том, что если вы понимаете, что вы попали в какую-то ситуацию, что вы переживаете, ее надо отработать. Значит, нужно походить еще, нужно еще что-то поделать. Может быть, пойти в бассейн. Бассейн замечательно помогает в этих ситуациях. Вода, специфическое сочетание физической работы и дыхания, если мы говорим про плавание спортивным стилем. Что касается детей, о которых мы говорили. Вот тот факт, что вообще детишек нужно отдавать на какие-то спортивные секции, еще какие-то занятия активные. Это очень важно для хорошего развития детского организма, что именно на этом этапе продолжает формироваться управление функциями внутренних органов и нагрузка обязательно в этих ситуациях. То есть детишки, которые занимались детстве спортом, они более адаптивны и адаптированы для каких-то разных ситуаций уже во взрослой жизни, нежели детки, которые не занимались. То же самое касается взрослых. Никогда не поздно начать с собой заниматься. И наша система нервная настолько пластична, что она даже в 60 лет готова подхватить вашу инициативу и начать меняться. Главное просто делать, иметь какую-то поддержку, какую-то направляющую. Желательно, чтобы это был или кардиолог, или реабилитолог. У меня, например, вторая специальность – это врач по физической реабилитации. Поэтому я вообще всем своим пациентам рекомендую те или иные физические нагрузки и особенно радуюсь, когда они ко мне именно с этим запросом и приходят. Мы немножко в начале нашей программы коснулись мнительных людей. Давайте поговорим об этом поподробнее, потому что, как мне кажется, это очень актуально, уж по крайней мере в лор-практике абсолютно точно, когда человеку кажется, что у него что-то где-то не то, а здесь еще, наверное, более важно. Как человеку относиться к своей мнительности? Как понять, что это мнительность, а где-то уже серьезное состояние? Как понять, когда нужно идти к врачу-кардиологу, проверять сердце? Как понять, когда нужно идти к врачу-психоневрологу? Я советую такой алгоритм, и он вообще общепринятый, конечно же. Если вас беспокоит сердце или вам просто кажется, что с ним что-то не то, то сделайте обследование. Если обследование ничего не показало, это означает, что его нужно сложить в папочку, убрать, и вместе с ним убрать мысль о том, что у меня с сердцем что-то не то. Потому что иногда, часто мы встречаемся с ситуациями, что человеку одного обследования недостаточно, он делает новое, новое, более серьезное, он ложится в больницу. Да, он не верит первому, как будто была какая-то ошибка, либо нет, у меня все-таки проблема какая-то есть. Вот ситуация, конечно, с людьми, которые приходят на прием вот с такой кипой анализов, обследований, выписок, и говорят, доктор, ну вот на вас последнюю надежду, вы-то мне скажите, что у меня сердце больное, да, ну наконец-то. Вот здесь мы, конечно, понимаем, что наши возможности профессиональные, как врача вот этого узкого специалиста, они, наверное, ограничены. То есть я еще раз ему говорю о том, что вот-вот-вот-вот-вот-вот все данные за том, что орган у вас здоров, если вы не готовы это принять, тогда это нужно обсудить с соответствующим специалистом. Иногда для того, чтобы смириться, да, принять мысль о том, что сердце здорово, действительно нужно немножечко помочь, просто полегче справляться с симптомами. И здесь, кстати, та же физическая нагрузка, те же дыхательные упражнения тоже хорошо помогают. Потому что они воздействуют на физиологию, соответственно, какие-то там старые рефлексы, они размыкаются, начинают работать новые, самочувствие человека изменилось. Он думает, ой, может быть, я правда здоров? Иногда этого бывает достаточно, но не всегда. Поэтому здесь нужно работать с человеком. Тогда такой вопрос. Каждый ли кардиолог должен быть частично и врачом-психотерапевтом? Однозначно да. Потому что по статистике до 60% людей, которые приходят к врачам по профилю внутренних болезней, к кардиологу в том числе, это люди с жалобами именно психосоматического характера. Причем это не обязательно человек абсолютно здоровый, но его беспокоят вот эти жалобы, не связанные с реальной болезнью. Это могут быть люди с гипертонией, с аритмией. Очень часто ко мне приходят люди, они были абсолютно здоровы и спокойны до тех пор, пока у них не началась аритмия, например, фибрилляция предсердия. Ну, здесь мы говорим, что, вы знаете, с фибрилляцией предсердия, в общем, пока что мы еще не научились ее лечить. Вот я вам сейчас все расскажу, с ней надо учиться жить. И сам факт того, что это может произойти в любой момент, да, очень невротизирует человека, и у него развивается действительно невроз, что, значит, со мной в любой момент может это ужасное произойти. Здесь большая задача врача объяснить, что ничего ужасного в этом нет, что можно даже ничего не делать в этой ситуации, просто в большинстве, в 60% случаев за 48 часов приступ закончится сам, даже если вы делать ничего не будете. И здесь самая главная задача пациента – это просто действительно подождать и расслабиться. И даже просто подышать. У нас пока нет дыхательных упражнений, которые помогают купировать аритмию. Я думаю, что если они будут, это будет вообще мировая сенсация. Но пока что что мы можем сделать? Мы можем успокоить свою нервную систему. Диафрагмальное дыхание работает в любой ситуации. Поэтому очень важно, конечно же, врачу успокоить. Да, самое главное – лечение – это лечение словом. Мария Константиновна, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Спасибо вам. У меня в гостях была Мария Чайковская. И сегодня мы говорили о психосоматике в практике кардиолога. В эфире была программа «Скажите, доктор!», а я, Владимир Зайцев, прощаюсь с вами. До новых встреч.